В Северной Корее светят новые санкции. Они будут касаться поставок нефти и текстиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в совбезе ООН. Тем временем в Евросоюзе всерьез опасаются войны между США и КНДР. Послы стран ЕС экстренно собрались в Брюсселе. Что решили, узнаем от Елены Абрамович. Ким Чин Ын анализирует план атаки американской базы на острове Гуам. Такие фотографии выпустило северокорейское государственное информагентство. Тем временем на самом острове две радиостанции передали сигнал военной тревоги. 15-минутный гудок. Тревога ложная, объяснили власти острова и назвали это просто ошибкой. Но в Брюсселе, понимая, ситуация накалилась не на шутку. Верховный представитель ЕС Тодерико Магерини накануне созвала внеочередное заседание послов ЕС. Собрание закончилось поздно вечером. Было решено, что Европейский Союз и его государство усилят дипломатическую работу, обратившись к Республике Корея, США, Китаю, России и Японии, а также КНДР, чтобы доносить нашу позицию. Сохранение единства международного сообщества в решении этой проблемы действительно имеют решающие значения. Магерини сообщила, удалось согласовать общую линию Евросоюза в отношении КНДР. В детали не углублялось. ЕС против резких заявлений, но поддержать санкции готов. Введение новых ограничений против КНДР, которые включены в резолюции Совбеза ООН, Брюссель пообещал ускорить. По подсчетам США, эти жесткие ограничения позволят сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна на треть. ЕС призывает ввести санкции и другие страны. Для США речь идет не о смене режимов Северной Кореи. Они не хотят военной интервенции, а выступают за то, чтобы очистить остров от ядерного оружия. Это также в интересах Китая. И поэтому мы хотим, чтобы и Китай ввел санкции против Северной Кореи, которые мы ужесточили. То же самое касается России. Тем временем США предупредили Северную Корею, если она все-таки запустит ракету в сторону американской территории, то может быстро начаться война. Лидер КНДР, в свою очередь, после рассмотрения плана нападения, заявил, что пока понаблюдает за действиями США. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Продолжение следует... Продолжение следует...